В Балхаше сделали ревизию водовода Токарау. Утвержден план первоочередных мероприятий по обеспечению бесперебойного водоснабжения города. О водоснабжении городов и сельских населенных пунктов области речь шла на аппаратном совещании. Подробнее далее. В области проживает 1 миллион 134 тысячи 854 человека на сегодня. 922 тысячи 368 городского населения. Средний показатель доступа к воде составляет 97,4 процента. А это 10 место из 20 регионов. Что касается городов, где нет 100% доступа к централизованному водоснабжению, это города Караганда 99%, Балхаш 98,4%, Тимиртау 95,7%. Как представлено на слайде, в областном центре централизованного водоснабжения неохвачено 5156 человек. Проживающие по улицам это Космонавтов, Камская, Гудермеская, а также районах Михаловки, станция Большая Михалка, Майкудук, Пришахтинск и Новотехановка, сортировка. Ербол Толеов рассказал, как в целом по области повышают доступность населения к чистой питьевой воде. Задача к 2025 году обеспечить 100%. Сейчас показатель в городах области составляет 98,5%. В селах – 92,9%. В этом году в рамках национального проекта «Сильные регионы. Драйвер развития страны» профинансировано 39 проектов. Планируется построить и реконструировать около 390 километров водопроводных и канализационных сетей. На какой стадии проект строительства водопроводных сетей в сортировке? На данный момент основные улицы с прошлым подрядчиком были завершены. Часть переключений уже сделана. Но для того, чтобы завершить проект, как я сказал, нам необходимо пройти госсоудит. В Караганде необходимо завершить строительство водопроводных сетей в сортировке. Также централизованное водоснабжение будут проводить в поселке Сахалин. Проект уже разработан. В Тимиртау предстоит завершить реконструкцию водопроводных сетей. На этот год осталось около 20 километров. Новые водопроводы строят в 14 селах Бухаржираусского, Актагайского, Каркаролинского, Нуринского и Шетского районов. Посетили город Балхаш. Осмотрен водовод Токрал. Питающий город, ближайшее население пункта Акиматом города. Разработаны соответствующие дорожные карты. Переводчерпных мер по стабилизации водоснабжения, комплексному решению вопроса питьевой воды, а также по оздоровлению коммунальных предприятий Балхашсу и Балхашжулу. В Балхаше в 2022 году начат проект реконструкции водопроводных сетей города. Работы идут поэтапно. Завершение планируется в 2024 году. Акиматом города разработаны соответствующие дорожные карты первоочередных мер по стабилизации водоснабжения. По главному водоводу, какая ситуация и что вы предпринимаете сейчас? Пять дней был город без воды. Что касается той аварийной ситуации, как руководитель управления энергетики сейчас проинформировал, план мероприятий первоочередных полностью мы свистали. По словам Акима Балхаша, из городского бюджета выделили средства на покупку нового оборудования и материалов для услугодателей. На этой неделе объявят конкурс. Обеспечение населения качественной питьевой водой – это одна из главных наших задач. Я лично буду контролировать ход строительства по обеспечению населения центрального водоснабжения. Поэтому Акимам городов к началу 2025 года необходимо 100% обеспечение населения централизованной водой. Акимам районов к концу 2025 года обеспечить 100% доступ к питьевой воде населения нашей области. В селах, где проживают меньше 200 человек, по поручению главы региона будут устанавливать комплексы блок-модульной очистки воды. Ирина Вобещевич, Наталья Заяц, 5 канал.